2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Израиль. Другой общины подходит ко мне и говорит, аребе, аребе, честно, скажите, как вообще возможно поститься? Ну как, потому что Таня говорила как раз, если вы хотите поститься, начните с яблочка. Она говорит, как можно яблоко кушать, когда хочется целый окорочок съесть? Как это возможно? И понятно, что у людей есть проблемы с той духовной дисциплиной, которая называется пост и молитва. Я хочу об этом говорить, потому что это часть нашей жизни. Как я уже об этом говорил на молитвенном служении, что я подниму вопрос, конкретно вопрос о силе поста и молитвы. И тема моя, она называется очень просто, что происходит в духовном мире, когда мы постимся и молимся. Молитва, понимаем, многое может и усиленная молитва праведника. Молитесь всегда без устанта, то есть без ропота. Мы можем цитировать очень много мест писания о молитве, силе молитвы. А что происходит тогда, когда мы применяем духовную дисциплину, такую как пост? Я писал небольшую работу в духовном семинаре у нас у баптистов на тему поста и молитвы. Поэтому эта тема для меня не новая. Эта тема для меня практическая, потому что я практикую пост и молитву. Я практикую это несколько раз в году. Для меня это нормальная часть моей жизни. И поэтому хочу поделиться с вами опытом и знаниями, которые Господь мне открывает для того, чтобы делиться это с людьми. Теми, которые хотят изменить свою жизнь. Знаете, это очень важно, потому что я говорю эту важнейшую тему, потому что люди спрашивают, как, что, зачем. Я, конечно, не акцентировал в своей работе о сверхъестественном, происходящем во время поста и молитвы. Но это была своя причина. И, как я уже подсказал, множество материалов пересмотрел. Хочу поделиться одной историей, которую я слышал от пастора Джессина Фрэнклина. Он говорил это, я хочу пересказать, это история о церкви, которая, баптистская церковь, которая также практиковала пост и молитву в маленьком городке Белмон, штат Техас. И удивительная история, потому что, надеюсь, что мы не будем похожи на это дело. Неподалеку от церкви, потому что в Техасе или в других местах Соединенных Штатов церкви имеют свою землю, у них свое здание, чаще всего. И неподалеку от этой небольшой баптистской церкви один предприниматель решил построить ночной клуб. И, конечно же, вот это действие, получив от города разрешение, сильно-сильно возмутило баптистскую церковь. Они очень ревнители, понимаете, они ревнители о чистоте, о правде, об обществе, которое должно быть морально чисто. Они возмутились, но делать не могли ничего. То есть, фактически, разрешение выдано муниципальным коллективам, строительство началось, и все, что у них оставалось, это практиковать библейские принципы. И вот они согласились все вместе взять пост и молитву против предпринимательства данного субъекта. И однажды, когда уже закончено было здание этого ночного развлекательного предприятия, вдруг среди ясного неба, да, вот как будто ударила молния, и как раз дотла сожгла это предприятие. Короче, полностью баптистская община просто была в изумлении о том, что это произошло радостно. И слух распространенный, как церковь на самом деле стоит против греха. И вдруг этот человек, который предприниматель, услышав, что баптистская церковь взяла пост и молитву против его детища, написал жалобу в суд, то есть написал иск в суд, чтобы изъять по косвенной или прямой, непосредственной вовлечении церкви в это дело, типа пожар был по причине ихнего поста и молитвы. И чтобы взыскать из них потери данного предприятия. Во время слушания дела предприниматель горячо убеждал судью о непосредственном вовлечении членов по местной церкви к данному инциденту, согласившись поститься и молиться против него. В то же время церковь отрицала какое-либо влияние на события, связанное с пожаром. Вынося свой приговор, судья дословно высказал таким образом. В связи с этим затрудненным делом я пришел к выводу, что потерпевший не только признает влияние природных сил посредством поста и молитвы членов церкви, но и сам факт объединенной молитвы он утверждает как истина. В то же время церковь, община отказывается верить в это. Это вывод, что тот, кто потерпевший, оказывается, больше верил, что они делали, чем сама церковь. Я надеюсь, что у нас нет такого предприятия, чтобы так молиться за дело. Но все-таки через все Писание красной нитью проходит практика поста и молитвы. От Моисея и Даниила до самих апостолов и Иешуа. Все люди, с которыми мы встречаемся, часто мы встречаемся в Писании, которых Бог использовал по каким-то критериям, они практиковали духовную силу поста и молитвы. Посты и молитвы проходили во времена безысходности, стресса или достижения каких-то либо целей. Человек прибегал к посту как к инструменту смирения, личного своего смирения. Так в Писании мы видим, что практиковали 40-дневные, 21-дневные, 21-дневные, 7- и 3-дневные посты. О влиянии поста в духовном мире я хочу с вами говорить. Потому что, честно говоря, это бич современной церкви. Что же все-таки происходит в невидимом мире, когда мы постимся? Вот эта тема. Что же все-таки происходит в невидимом мире, тогда, когда мы постимся? Начну с маленькой истории. Историю одного человека, которого мы почитаем как в христианстве, так и в иудаизме. Человек, который вывел народ Божий из Египта, которого Бог призвал сделать величайшее дело, и дело, фактически, которого мы празднуем во время Песаха. Между прочим, надеюсь, что в следующую субботу мы подадим вам календарь, если кто-то не имеет расписание, о том, что будет происходить в следующие несколько месяцев. Потому что у нас Пурим буквально 1 марта, и в конце марта у нас уже Песах. Итак, исход 17 глава, 8 стих. «Пришли амалекитяне и воевали с израильтянами в рефидиме». Другими словами, не Израиль воевал с амалекитянами, а наоборот, пришел враг, чтобы отвоевать с Божьим народом. Моисей сказал Иисусу Набину, «Выбери нам мужей сильных, пойди, сразись с амалекитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Такими словами, он говорит, «Ты выбери, а я буду стоять на том месте, куда посылает меня Бог, и я буду жезлом Божьим». Имеется в виду тот жезл, который подал мне Господь. Если вы помните, это была та змея, которая превратилась. Помните, да, этот жезл. И фактически момент, может быть и нет, я не знаю, но фактически посмотреть, это похоже на это. Некий символ власти, символ движения и принадлежащего Божьему царству, будем говорить так. И фактически история гласит несколько дальше интересными ситуациями. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. Когда опускал руки свои, то одолевал Амалек. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него. Под руки или под него? Он сел на нем, Арон же и Ор поддерживали руки его. Один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. То есть, он говорит, завтра ты это сделаешь, с утра начни войну, а до вечера я буду что-то делать. Он думал, что он будет просто стоять. Но Бог ему повелел поднять руки. И мы видим, что когда были руки подняты, побеждал Израиль. Только опускались, побеждал враг. Интересно, вот может такие интересные моменты, но камень, нашли камень, положили, шпон сел. Писание говорит, что у нас есть краеугольный камень, отверженный строителями. И этот камень является основанием угла. Да? Мы знаем, что стоящий, верующий в Ишуа Мессии, стоящий в этом камне, он не постыдится. Это наше основание. И здесь мы видим, что у нас должно быть основание. То есть, Божья любовь к нам открылась в Ишуа Мессии. Она была без ограничений. То есть, ибо так возлюбил Бог мир, то тебя и меня, и весь мир, что он отдал своего сына. И верующий в него, опирающийся на нем, не постыдится. То он не будет поругаем. Он будет спасен. Дальше сказал Господь Моисей, «И напиши, съедля памяти в книгу и внуши Иисусу Навину, что я совершенно изглажу память о малекетян из Поднебесной. И устрою Моисей жертвенник Господу, нарек ему имя Егова Ниссии». Что значит? Ибо сказал он, «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Другими словами, он говорит о руках. О руках. Почему физическое действие определили ход войны с врагом Божьего народа? Почему именно физическое действие, позиция определяла, победит Божий народ или проиграет? Когда-нибудь задавали это себе? Вопрос. Ведь Бог мог же уничтожить, как Он уничтожил египтян. Раступилось Красное море, они туда вошли, Бог говорит, закроем эту страницу истории. Да. Почему? Удивительно. Я задался вопросом, потому что понимаю, что для нас это иногда непонимаемо, недосягаемо по какой-то причине. До тех пор, пока физическое положение рук Моисея оставалось в положении к Богу, в невидимом мире происходило благоволение в пользу победы израильтян. Пока Моисей держал руки к Богу, в невидимом мире происходило благоволение к израильтянам. Могу сказать мое личное мнение об этой ситуации. Физическое повиновение приводит к духовному высвобождению. Физическое повиновение приводит к духовному высвобождению. Фактически что произошло? Бог мог вообще предоставить безукоризмную победу Израилю. Но именно конкретно эта победа определялась послушанием поддержкой физических рук Моисея. И в этом участвовали не только Моисей. Запомните это. Запишите себе может быть где-то такую заметку. Физическое повиновение приводит к духовному высвобождению. Запомните, потому что вы будете с этим встречаться всю свою жизнь. И что, что мы с вами делаем на физическом теле зависит и происходящее в невидимом мире. Я верю, что при поднятии рук Моисея высвобождались воинства небесные и они побеждали. Но когда руки опускались ангелы уступали битву. Может кто-то не согласен со мной. Может быть это ваше как бы сказать право. Но я вижу послание к евреям 1 глава 14 стих слова, которые могут ободрить каждого из нас. Не все ли они то есть говорится об ангелах служебные духи посылаемые на служение для тех, кто имеют наследовать спасение. Помните, я сказал, что перед рабом Авраама и Авраам говорит, перед тобой Бог пошлет ангела. И он укажет тебе, он сделает все, что нужно. А подождите, делал-то раб, спрашивал-то раб, бегал за раб, одевал кольца раб, вез ее обратно раб. Понимаете, о чем мы говорим, да? Есть то, что нечто, что мы не видим, мы должны понимать. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенный огонь. Мы не видим этого, мы не, может быть, не понимаем, но в духовном мире есть то, что способствует нашей победе, нашему, нашему благоволению. Первое послание Тимофею, 2 глава, 8 стих. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. В Новом Завете уже там говорится о том, что не только нужно молиться, а некое физическое действие возводя руки свои без гнева и сомнения. Значит, в этом есть что-то особенное, так? Если Новый Завет, Бихаташа говорит нам об этом, не только Светкий Завет, не только нам говорит Тора, Танах, нам говорит о том, чтобы люди поднимали свои руки к Богу. Мы также видим это в Новом Завете, а если это происходит, это важно нам помнить, важно не сомневаться, для чего нам это нужно. Многие люди говорят, да ладно, Бог знает мое сердце. И стоит кислый, как огурец квашеный. Не нужно спорить с Богом, когда Он побуждает нас в физическое положение наших рук, наших колен, нашего голоса и нашей одежды. Не нужно с Богом спорить и оспарить, почему мы должны преклонять колени, почему мы поднимать должны руки, почему нам танцевать нужно, почему нам нужно правильно одеваться. Нам нужно не спорить с Богом, а понимать, что некоторое физическое повиновение приводит к духовному высвобождению. Если такую великую, великолепную победу одержал Моше, великолепная, трудная, трудная победа была, не то, что там Иисус Навин и все доблестные герои еврейского народа сражались после Амалика, именно трудная победа была для Моисея, потому что нашли камень, положили ему, он сел, и он держал свои руки, и тут ослабывая, Арон и Ор под ним поддерживали его руки. Была нелегкая битва, что если он одержал такую победу, поднимая свои руки к Богу, то тем более и молитва во время Нового Завета может произвести намного, намного больше, чем мы ожидаем. Аминь. Потому что жертва уже совершена, победа уже совершена, Иешуа говорил, дела, которые я делаю, вы больше сотворите, но есть условия некоторые. Луки 5 глав 3 4 стих, он сказал им, может ли заставить сынов чертогобрачного поститься? Возможно ли вас всех любимые заставить поститься? Если как понимать, когда с ними жених, но потом Иешуа говорит, но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься в те дни. Друзья, нужды не было ни в чем фактически у апостолов или же учеников Иешуа. Поэтому само благоволение, милость, благость, обеспечение было рядом. Было рядом. Петру говорит, а должно подать и платить царям, ну или сынов царей? Ну как бы нет, тогда иди закинь рыбу, вернее удочку в море, возьми, заплати за себя и за меня. Не было нужды, потому что он был рядом. Поэтому он говорит, когда возьмется, тогда нужда будет для вас нужда. Мне нужды нету, он уже во славе. Наша нужда. Особенно если мы не сомневаемся в положении вообще эффекта, поста, если мы не сомневаемся, что пост он необходим. Пост действует на благо, потому что Бог так сказал, Он сказал практиковать. И тут же Ишуа повторяет это, что это будет практикой. Мы находим это в Евангелии от Матфея 17 глава 21 стих. Сей же род изгоняется только чем? Постом и молитвой. Я к этому вернусь, потому что эта фраза уникальная фраза в Месисленном Писании. Не для того, чтобы манипулировать Божьим присутствием. Есть свое почему это происходит. В современном христианстве все минимизировалось на чувства. В современном христианстве сегодня все немножко как бы на чувства свои минимизировали. Вы знаете, что многие конфессии твердо верят в силу поста. Мусульмане посятся 40 дней во время Рамадана. Буддисты, иудеи, католики, православные. А мы верующие Вишуа в благодати мы на самом как Алена говорит, мы свободны. Мы свободны от любых обязательств. Я всех прощаю, кому я должен. У нас такая тема, что любовь, поднимаем руки, любовь и благодать, любовь и благодать. Если эти люди, которые не знают милости, благости, прощения грехов, может быть, не коснулись так сильно проявления Духа Святого, имеют дерзновение практиковать данное смирение, то тем более и мы, как верующие люди, не надеемся на благодать, а нужно применять это для того, чтобы в невидимом мире происходило то, что мы ожидаем, чтобы оно проходило здесь, чтобы это происходило здесь. Поэтому христиане современные все ссылают на чувства, физические чувства. Если я не чувствую, я не буду делать, оно мне надо. Я не чувствую молиться, и что ты мне сделаешь? Я не чувствую поднимать руки, я не чувствую, чтобы танцевать, что вы от меня хотите? Пол грязный. Мы чувствуем делать то, что мы чувствуем. Мы даже начинаем говорить то, что мы чувствуем, вместо того, чтобы молчать, когда нужно. Если я не чувствую, чтобы что-то сказать, то я вообще не буду говорить. Я не буду прикладывать колени, поднимать руки, восклицать, хлопать, ладоши. Ведь Бог знает меня изнутри. Бог много что знает. И знает не только, что у тебя внутри, а что у тебя на сердце, на языке. Еще нету сказанного совершенства, но он уже все знает. Знаете, это похоже на мужа, который говорит жене, я искренне глубоко в сердце тебя люблю. Я люблю тебя. Но ты смотришь, а на нем лица нет. Что он о нем подумает? Где лицо? Где деньги? Где ресторан? Где цветы, подарки? Любовь проявляется что? Действиями. Мы даже видим, это молодая пара. Он вышел без цветов, она тоже, но все подарки ей почему-то. А? Как норма? Люби, покажи. Есть связь с физическим повиновением и духовным высвобождением. Есть связь между физическим повиновением и духовным высвобождением. Благорасположением, исцелением, помилованием, освобождением, защитой, силой, безопасностью, чудеса и благословением. Они напрямую связаны с физическим твоим послушанием. Нам нельзя поклоняться практически ангелам, мы поклоняемся только Богу. Аминь. Но игнорировать, что они есть и они участвуют в нашей жизни, мы не можем. Мы не можем. И к этой помощи мы прибегаем. Есть народная присказка, знаете, такая вот у нас сложилась постсоветская. Чем дальше в лес, тем больше партизаны. У нас говорят так. Чем дальше в лес, тем больше партизаны. Уже понятно, что там в лесу все уже сховано. Но когда мы переносим это в духовном мире, встречаешь таких людей, которые очень часто мне говорят, духовники такие. Мы там связывали, мы там князь мира или князь этого региона или этого района. Мы там молились. Такая битва была. Такое как бы чем выше уровень твой, тем сильнее бесы выходят. то есть рангом больше, знаете, такие. То есть есть маленькие боксеры, а есть как кличко такой. И вот послушаешь их и думаешь, а оно мне надо духовные дары. Вот так вот послушай, да. Лучше уверовал, так тихонько, тихонько, что с этими бесами бороться постоянно. Потому что если одно буду побеждать, то и другой уровень, а другой уровень сильнее бесы. Помощнее, ранг другой, да, такой. И ты думаешь, 12 раундов выстою или нет после всего. И знаете, меня разочаровывает это. Как будто мы превозносим бесов, которых уже осуждены. И что, говорит, я даю вам всякую власть на небе и на земле. Кого нам бояться? Если с нами Бог? Ну, конечно, если с тобой Бога нету, то я думаю, что правильно, там тебе кто-то скажет, а ты кто такой? Павла знаю, Иисус мне знаком. Знаю, Иисуса и Павел мне знаком. А ты кто такой? То есть без Бога, конечно, не нужно далеко входить в лес, потому что там толстые партизаны. Больший уровень. А я вам скажу наоборот. я покажу вам место в Писании, где говорит наоборот, что чем дальше поднимаемся и растем в духовном мире, чем мы берем больше ответственности за общину Божию, я имею в виду вообще и поместную, и вообще своего призвания боговествовать, происходит большее. Четвертая книга царств, 6 глава, 17 стих. История Елисея и его слуги. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена коньми, колесницами, огнами, кругом Елисея. Вокруг Елисея. Если мы думаем, что чем типа выше уровень духовный, тем бесы сильнее, я вам скажу, чем мы ближе к Богу, чем мы ответственно относимся к своей собственной жизни, тем больше охраны будут тех, кто ищет Его. Те, кто надеется на Него, те, кто верит Ему. Мы не хотим это принимать, но Бог говорит, что я посылаю ангелов, чтобы хранить тебя на пути. Мы пели эту песню, я надеюсь, мы еще раз ее споем, потому что когда мы эту песню пели, я плакал, потому что я понимаю, что такое моя жизнь. Прах. И если бы не он, если бы не его защита, если бы не его обеспечение, то ничего бы в моей жизни не случилось. В книге Даниила есть послание, духовное послание на проблему народа. Практика Даниила сохранилась до сегодняшнего дня, мы называем это пост Даниила. Я вот почитаю, что происходило. Даниила, 10 глава, 2 стих. В эти дни, я, Даниил, был сетованием 3, 7 дней. Сетованием это такое печальное, потому что энтузиазма никакого не было сильно большого. вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои и мастями я не умощал себя до исполнения 3-7 дней. То есть 3 недели человек страдал. Вы скажете, ну так можно нормально, я тоже вегетарианец, на одних овощах ничего, вкусного хлеба не есть, а невкусный можно? И в блендере его еще, блендере, блендере. А невкусный такой, который черный, сухари можно? Да, там меня спрашивают часто, мясо, это самое. Ну, я вам скажу так, я посмотрел это слово вкусный, что значит, означает? То, что желаемо. То, что желаемо, любимое, печенюшки такие, то, что хочется, вот так вот, то, что хотелось, не ел. И пока, я так думаю, Данил думал, пока я питался овощами и водой, я удивился, спустя 20 дней, что произошло. А вот, что произошло. Вот, ну вот, коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длони мои. Другими словами, он опустился, то есть, рука его опустила на колени и поставила его еще на длони, потому что была тяжесть. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, у нас думают, о, хотел что-то там, муж желаний, я вам переведу, что это значит. вникни в слова, которые я скажу тебе и стань прямо на ноги, ибо к тебе я послан ныне, когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, встал с трепетом. Некоторые стоят перед Богом, как будто этот самый, гиена из фильма Лев-Царь, да? Слово Муфаса, помните, царь, который был? Муфаса. Помните, там мультик такой вот был, дети, король-лев, там как бы, и они как бы притворялись, скажи имя Льва, Муфаса. в трепет. Некоторые верующие это так вот делают. Называют имя Господа. Здесь происходит что-то сильное. Человек из видения сказал мне, Даниил, драгоценный мой человек, обдумать тщательно слова, которые я скажу тебе. Он называет, ты драгоценный мне. На украинском языке. И сказали домене, Даниле, мужелюбый. Вдруг после 21 дня что-то произошло. Кто-то называет меня любимым. Кто-то начинает почитать меня. Желанный муж драгоценный. Знаете, почему? Не потому, что он так хорошо постился. Помните, я не зря сказал, что значит вкусного, желанного. Не вкушая того, что желал, я стал желанным Богом. Откровение, может, это получит. Отказавших от желаний своих, которые у меня есть, я стал желанным Богом для того, чтобы что-то в моей жизни изменилось. Есть большая разница между любовью Божьей и Божьим благоволением. Очень большая разница. Божья любовь – это просто. Она есть. Ее не может не быть. Бог есть что? Любовь. Ее не может не быть. Она 24,7, 365 дней в году. То есть невозможно что-то добавить к этой любви, унять от этой любви, что-то сделать, чтобы тебя больше любили, типа меньше любили. Бог любил грешников и дал своего сына. Поэтому она одинакова. Но благоволение, благорасположение Божье – это другая совсем история. Где мы теряемся. Мы теряемся. Мы считаем, что автоматом, если он меня любит, он меня должен. Он тебе ничего не должен. Он все сделал. Он отдал своего сына свою любовь. Показал для всех одинаково, чтобы ни у кого не было претензий любимчиков. Благоволение является именно даром. Дар от Бога. Некое расположение к тому, к чему ты, чего ты пожертвовал. Без жертвы перед Богом нет и ответа. Невозможно просто любить или ходить в любви трепетом. Нужно жертвовать. Обстоятельства Даниила привели к жертвенному и надействию. То есть желанное по плоти еды он отказался. Ради своего народа, ради будущего знать, что дальше будет. Приходят времена в нашей жизни, когда Бог просто бросает нам вызов в смирении. И пост не закрепляет за нами наше спасение. Или его любовь. Даже если ты не пастись, это не влияет именно на то, чтобы тебя Бог любил. Пост не дает для тебя больше святостей, привилегий перед другими, но просто раскрывает твое отношение к проявлению Божьей благодати, Божьему благоволению. Пост располагает к этому. Если ты не пастись, это не означает, что чудес не будет. это не означает. Но наоборот, если тебе необходимо, то ты поймешь, что часть твоей жизни должна быть сформулирована в даянии, имеется в виду жертве. Не от нас зависит формула. Некоторые люди думают, ах, нашел формулу для манипуляции Бога. Буду поститься 365 дней. Я вам скажу ответ, вы быстрее прийдете к Богу. Критическое время нашей жизни, Бог хочет сотрудничать с нами. Послание некий времени согласится этот стих. Вы еще до крови сражались, подвязаясь против греха. Почему я говорю об этом? Часто приходят ко мне люди и говорят, Рэба, сколько можно, ну сколько можно у меня в бизнесе или там в семье или моими детьми такая проблема. Вот такая ситуация с мужем. Я спрошу, вообще, ты хочешь изменить ситуацию? Он говорит, конечно хочу. А как, сколько ты готов платить цены? Что вы имеете ввиду? Я говорю, ты мне скажи, сколько ты постишься за свою ситуацию? Как сильно ты страстно молишься о этой ситуации? Нам часто, мы часто молимся, дай, 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 дай. А потом, на тебе, Боже, что мне не хуже. Мы не пытаемся манипулировать Богом вместо того, чтобы делать конкретные действия. Я верю, что сила молитвы, она очень влиятельна в нашу жизнь. Физическое поднятие Моисеем рук своих к Богу не осталось без внимания небес. Физическое преклонение колен прокаженного не осталось незамеченными небесами. Физическое выражение радости Давида в том, что он плясал, хвалил Бога, не остались незамеченными небесами. Бог наблюдает за нашим физическим восприятием. Как мы реагируем? Где двое или трое собираются во имя Его, Он там, Он присутствует, Он наблюдает, Он смотрит, насколько, как верующие, как дети Божьи, мы реагируем на Его присутствие вкопанное. у нас дома это не делают. Может быть, нам это не нравится, но я через всю Библию вижу, что это действует. Послание к Римлянам, 12 глав, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Во время поста ты знаешь, когда ты включаешься конкретно в Божью резетку. Мне надо показать это где-то еще может быть. Ты конкретно понимаешь, что с тобой происходит. Практика поста, молитвы, чтение и молчание, между прочим, есть такие целые практики молчания. даже у католиков есть целые храмы, не храмы, это как бы кельи, да, для послушников там, они вообще там молчат месяцами, кто-то полгода, вообще ничего не говорят. Для многих из нас надо, надо. нам надо иногда помолчать, ничего не говорить. Язык мой, враг мой. Многие из нас нуждаются в молчании, практике. Но вернемся к Даниилу. Мы понимаем, что происходит дальше. Ангел говорит, что фактически я пришел с первого дня, как ты начал молиться, твоя молитва была услышана. И я бы пришел, но мне противостоял персидский. Но пришел на помощь мне кто? Михаил. А теперь я пришел возвести тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдельным дням. Отделенным дням. Отделенным дням. Или отдаленным дням. Фактически и удаленным, и отдаленным, и особенным дням. Такими словами, Даниил, что для себя постился, молился? Ну, не знаю, может быть, хотел знать, что с нами будет. Даже посланнику, который нуждался в помощи, не только нужна была помощь от другого ангела, ему нужна была молитва Даниила, потому что он продолжал молиться 21 день и поститься. Зачем? Получить победу над духом рабства, потому что Персия это был облик рабства. Евреи вроде бы свободны были, но находились под влиянием. Многие из нас, мы находимся под влиянием рабства, многих обстоятельств. Физическое повиновение приводит к духовному высвобождению. Бог желает содруже с каждым из нас. Если бы он хотел провозгласить Евангелие, он, наверное, бы использовал гром, молнию, еще, даже камни возопьют. Но он хочет отношения, он хочет взаимодействия, и он хочет использовать нас, потому что мы, пережив наше спасение, можем поделиться чувствами нашего удовлетворения, нашего примирения с Богом. И он хочет с нами работать, сотрудничать, чтобы мы благовествовали. Я могу только догадываться, сколько у нас с вами неотвеченных молитв. Где-то застряли они в том мире, в духовном мире. Они застряли. не приходит ли время и не приходит ли вообще для общин, для Церкви Божьей время заявить о том, о чем мы просили, и чтобы получить ожидаемое, которое мы ожидаем уже долгое время. Как верующие люди, я думаю, что нам пришло время дотребовать то, что по праву принадлежит для нас. Ответ. Дайте мне немножко объяснить, что Бог не воюет с дьяволом. У Бога нет войны с дьяволом. Чтобы вы это понимали. Сейчас люди говорят, вот так, война идет, народная, ужасная война. И вот это бояться. Бог больше не воюет с дьяволом. Он уже осужден, уже приговорен, уже есть то место, и написано еще, говорит, я видел его, как молния, и все. А что происходит? Я вам скажу, что происходит. Кто помнит историю Лота и Авраама, о его подчиненных? Была проблема у Лота с Авраамом, они воевали друг с другом, не могли кто договориться. И то, что происходит на земле, немножко похоже на небесах. Да, такое вот. И у Бога нету, но идет противостояние. Поэтому наше участие в этой духовной противостоянии очень и очень зависимо. Чем меньше мы молимся, тем больше ситуации в нашей жизни происходят. я вам скажу одну историю. Вот эта барышня, которая здесь Олег говорил за свою жену. Мы пришли к ним домой, в больницу, и мне доктор сначала пошел Олег подорвался, что-то перенервничал. Я говорю, что случилось? Доктор сказал, иди гроб готовить. Я говорю, что, так я сказал? Да. Еще один день, и можно ее уносить. А я так возмутился в духе. Таня говорит, да не будет так. Она начала молиться прямо в палате за Иру, и там еще сразу подхватило еще несколько женщин, которые там были, начали молиться все. Я прихожу домой, иду чистить зубы перед сном, и чувствую, вот чувствую такое состояние. Поброй голову свою, помашь илеем голову свою, возьми сорок дней поста, и за Иру ты увидишь чудо. Я говорю, я проигнорировал, я проигнорировал на целую неделю, на целую неделю. Я не хочу показаться героем, я хочу показать, что Бог говорит к нам, каждому из нас вещи, которые делаю. Следует, через неделю, я узнаю, что еще кто там немножко заболел, приболел с легкими, и я себе так, о, уже есть еще вторая причина помолиться. Ну, типа, ну, Ира точно знал, что, как бы, вот, у меня было понятие молиться за нее, а того человека, я, как бы, ну, паровозом, ну, как бы, так, некое действие сделаю, как бы, милость выявить, это уже, как бы, так, ну, о себе говорю же, да, ну, и через неделю я, все-таки, набрался такое терпение, такое, посмотрю на себя в зеркало, и с того момента я хожу лысый, это уже долго прошло, сколько уже лет прошло? Восемь лет, да, и как только мы начали, это и церковь, и община, и люди молились, мы начали видеть лучше, лучше, и лучше, а потом видели, что они еще родили, и видим сына, который здесь, я говорю о том, что много может молитва праведника, и интересная история, помните, сей род изгоняется постовым молитвой, вы знаете, приходят ученики к Иешуа и говорят, подожди, 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 почему мы не смогли это сделать? И мы читаем, постовым, потому что сей род изгоняется постовым молитвой, да, только, но я вам скажу, я вам скажу, покажу один пример, который вас шокирует и надеюсь исправит ваше хождение пред Богом. В этой истории с мальчиком Иешуа дал две причины, почему ученики не смогли изменить или изгнать этого нечистого духа. Первое, это неверие, а второе, что они ученики, не мир, а они развращенные. Иешуа сказал в ответ, о род неверный, он обращается к ученикам, что они спросили, почему у нас не получилось, он говорит, о род неверный, развращенный, доколе буду с вами. Слово неверный означает неверующий, о род неверующий, мало того, и развращенный. Почему я говорю об этом? Иешуа говорит, причина, почему вы не можете это сделать, потому что у вас нету веры. А мы, когда не верим Богу, мы отрезаем себя от воздействия Его Слова, Его Духа Святого, мы не верим ни Торе, мы отвращены от поклонения, нам безразлично, поклонения от Бога. Некоторых встречал такие, ну как тебе? А нормально, нормально. Что-то там фальшивило, грубо прославление, но вообще как бы там Бога и не было. Слушайте, вы берете на себя ответственность перед Божьим, Он там есть, Его там нет. Кто дал вам вообще право судить об этом? Бог говорит, ты смотри за собой, смотри, если ты не чувствуешь, значит с тобой проблема, реальная проблема. Ты мало того, что ты отключился от Божьего резетки, ты не веришь ни в чудеса, ни в Тору, ни поклонения, что Бог делает, ты вообще людей не доверяешь, ни телу Мессии, то есть Его Церкви, как только ты оторван от Всевышнего, от Божьего, тогда неверие поселяется в твоем сердце. Неверие. И неверие делает небольшое, мы называем его гнездышко, но по сути, если по-одесски говорить, кодло такое, оставляет там небольшое такое, несколько вещей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. И не есть от Отца, но от мира. Нам тогда, когда мы оторваны от Божьего, нам хочется мирского выглядеть, с людьми проводить время. Я не говорю, что мы не должны благовесствовать и быть в тренде, имеется в виду по одежде. Но я хочу вам сказать, Ишуа говорит ученикам, у вас не получилось, потому что вы не верите и вы развращенные. Вы мирские, другими словами. Но есть возможность исправить положение через пост и молитву. Что такое молитва? Это контакт с Богом. То есть, молитва начинает тебя обратно вести, чтобы втыкнуть в эту резетку. И пост, да, и пост, это именно отрыв от мира. Ты отказываешься от того, что тебя величит, от того, что хочется. Ты отрываешь себя от мира и прилипляешься к Божьему. От похоти, от плоти, от чьей гордости житейской. Мне приходится возвращаться обратно и обратно. Друзья, пост и молитва для меня это то, чтобы отключиться от мирского. Потому что все мы люди, все мы в этом мире ходим. Все вот эта грязь, она забивает. То пошлые анекдоты, кто-то услышал на работе в трамвае или в электричке или в маршрутке. А мы там приканулись, нам стало неплохо, мы уже начинаем это использовать. По-христиански как бы так, ну так по-своему. И мы начинаем вот это так жить. Это то, что называется неверие и развращенность. Понимаете, мы от Бога отключаемся, прилипляемся к миру. А Бог говорит, еще говорит, у меня есть к вам ответ. Сей рот изгонять с постовой молитвой. Говорим словами, молитва присоединяет тебя опять к Богу. И пост отключает тебя от мирского, от того, что тебя влечет, от того, что тебе нравится. Данил говорит, то, что желанно было. Как только я отказался от желанного, вдруг Бог называет меня мужем желаний. Дорогой, молодец, молодец. Я уже так заговорился, что мне что-то говорить и говорить. Когда я готовил к этому, готовился, сразу скажу, что 22-го числа, в этот понедельник, у нас начинается пост Даниила. Это волонтерская работа. Именно работа в действии. Кто-то захочет, может присоединиться. Но пост Эстер с 26-го по 28-го февраля, три дня, он обязательен для всей общины. Если мы хотим видеть изменение нашей жизни, чтобы то, что мы делаем физически, менялось в духовном мире, мы будем практиковать это в этом году. Поклонение, прославление, пост, молитва, чтение Писания, мы будем в этом году больше и больше укореняться. Я как бы календарный год решил сделать именно таким борьба против греха. Бог хочет нас отключить от этого мира с его грехами и привычками, с облазном, извращенностью, подключить нас к своей любви и поклонению, евангелизации, чтению Писания, исполнению Духом Святым и молитвой реальности Бога здесь на земле. Бог хочет это сделать. Я хочу вам сказать то слово, которое мне Господь дал, я буду говорить то, как я вижу. Это время не звезд христианского шоу «Одиночек», которые манипулируют 40 днями поста и якобы избраны для дела, которое я их не ставил. Это время моей общины из разных народов, из малых и больших камней. это дом молитвы для исцеления. Не приписывайте мою работу к обольщающим власти людей. Я буду действовать в единстве, служа друг другу. Почитайте друг друга. И я, говорит Господь, буду высвобождать свое благоволение. И вы увидите руку мою на этом месте, в моей общине, в моей церкви, в его теле. сейчас у нас хлеба преломления. Может быть для некоторых это будет откровением то, что я говорил. Но я не хотел каким-то образом проманипулировать вашим мышлением, вашим сознанием. У нас с вами есть воля. Воля, которая она открыта. Бог никого никогда не заставлял ничего делать. Он только предупреждал. Сегодня у нас хлеба преломления. И если вы хотите изменить свою жизнь, на самом деле отключиться от мирского, прилепиться к небесному, тогда нам нужно приложить максимум усилия для возврата домой. блудуя блудуя с лихвой наелся всего мирского, был отделен от отца, прилепился к мирскому. мир его не пощадил, как многих из нас. Даже говорю к верующим людям. Те, кто, может быть, где-то в доме отца, в доме Божьем разочаровался, в братья сестри разочаровался, потому что, может быть, где-то привилеги кого-то больше. Говорит, да ну его, пойду я в свободное плавание. Друзья, там весело, там хорошо, потому что каждый из его друзей хотел им попользоваться. Но я гарантирую вам, потому что это в Писании. Они выжмут с вас то, что им нужно. Это мир. Вы им не интересны сами по себе. Им интересно с вами проводить время, чай пить, анекдот рассказать. Вы такие крутые, классные, типа евангелизировать, но кто кого еще евангелизирует. И приходит время, когда приходит полное разочарование, потому что ты знаешь, что в доме отца все-таки было классно. ты решаешь одну простую вещь сделать. Я уже не достоин быть в том месте, где я был, но по крайней мере, я смогу чем-то помочь, что-то сделать. Я хочу вернуться. И ты должен сделать решение оторваться от того, что тебе нравится, тот вкусный хлеб, тот, что тебя влечет, тебя страстно ломает. И через время услышит другое, добрый, верный раб. Войди, иди сюда, иди сюда, я покажу тебя невероятное и, может быть, невозможное, не приходило тебе на ум, что я для тебя приготовил. Любви одинаково для всех. Но если ты хочешь благоволения, здесь нужна жертва. Извините. Я сейчас не говорю о каких-то особенных жертвах, я говорю о личном решении. Следовать дальше. Мы будем поститься, молиться, у нас будет 40 дневный пост в конце лета. У нас будет 2 21 день поста. Несколько будет трехдневных или семидневных. Это все будет вам дано, если хотите. Но я знаю, что многие пройдя увидят величайшие дела Божьи. Потому что Бог партнерствует с вами в этом. Вы увидите это. мы берем пост как община, потому что дьявол вообще не желает и уже противостоит тем, чтобы мы как община имели свое собственное здание. слава Богу, что мы можем растянуть это удовольствие до сентября месяца, как бы говоря об этом. У нас еще есть время, а Бог всем могучий, правда? У нас есть время. поэтому я вас зову со мной в путь, путь, который называется вера, путь, который дает нам надежду, путь, который открыл Иисус, Ишуа. Он сам постел за 40 дней. Ученики его, Петр, Павел, община. Вот это чудо, когда мы вот здесь изменим свое мышление и сказать друг другу, брат, сестра, пойдем в путь. Ты просишь меня идти один путь, я пойду два пути с тобой. Кто-нибудь молился и постился больше, чем тот, кто тебя просил молиться? А? Я не думаю, что кто-то говорит, слушай, попастись со мной, я-то не могу три дня, ты можешь две недели или три недели? Ничего себе. Он со звуковой возмущения, ты не можешь три дня, а мне что три недели? Вместо того, чтобы сказать да, аминь, я буду с тобой, я поддержу тебя, я буду верен в этом. Мы делаем фе. Как узнают, что мы его ученики? Чудеса, знамения, это не стандарт, поверьте, это не стандарт. Еще, потому что вы имеете любовь между собой, вы носите времена друг друга. По этой причине узнают, что вы, мои ученики, что вы носите времена друг друга. 2018 год это год веры, год поста, молитвы и поклонения. И поклонения. Израэль это год поста, что вы не сможете верить. Это год поста, что вы не сможете верить. Продолжение следует...